Всем привет, на связи Виталий Сергеенко. Сегодня говорим на тему упавших акций, что подбирать, что там делает Федеральная резервная система и в принципе где мы сейчас находимся относительно S&P 500 относительно вообще фондового рынка. Сегодня постараемся не говорить про коронавирусы, про карантины, это все понятно, это такой форс-мажор, определенный черный лебедь. Мы постараемся сегодня именно с позиции финансового рынка, с позиции того, что делает АПРС, поговорить и найти какие-то здесь перспективы, скажем так. Поэтому давайте будем начинать. Итак, первое, с чего хочется начать, что прошла новость такая несколько дней назад, да, что ФРС включили печатный станок и сказали, что мы будем спасать финансовые рынки и чтобы на рынке не происходило, мы будем рынок выкупать. Мы будем выкупать долги, мы будем выкупать аппликации, мы будем выкупать ценные бумаги. Вот сколько денег нужно, столько мы напечатаем, столько раздадим бизнесу под очень низкий процент, и всех будем по возможности, всех кого можно, будем спасать, да, вот если перефразировать простыми словами. Это первый момент. Второй момент. За этими словами последовали действия, да, то есть они сказали, что будут, ФРС, сказали, что будут на рынок выливать 2 триллиона долларов, 2 триллиона долларов, то есть мы уже не говорим про какие-то миллиарды даже, мы говорим уже про страшные цифры в триллионы, 2 триллиона долларов, и за последние дни уже на рынок было влито каждый день, вот с понедельника, да, насколько я понимаю, по 125 миллиардов долларов в среднем. Это при том, что, то есть, по сути, вот сегодня уже третий день, у нас уже получается там 375 миллиардов в моменте будет влито, при том, что на весь кризис 2008 года было потрачено, насколько я помню, там 550-600 миллиардов долларов. То есть здесь, сейчас мы за одну неделю столько вольем в финансовый рынок и фондовые рынки, чтобы его поддержать. То есть представьте, насколько масштаб вообще света представления, да, и насколько масштаб того, что пытаются власти сделать, и в том числе, ну, непосредственно Центральный банк США. Соответственно, мы видим вот такой позитив, мы видим обещание от Дональда Трампа, что мы, там, вирус победим в ближайшие, там, месяц, да, и вот на этом позитиве рынки, в принципе, второй день растут, да, ну, тут был один день провальные, но такое ощущение, да, как будто бы рынок нащупал донышко, это донышко как раз находится в районе где-то 2,200, да, 2,200 уровень, 2,300, может быть, 2,350. То есть здесь именно такой размах мы видим. Поэтому сегодня вот тоже день открылся по фьючерсам в плюсе, но вот сейчас начинает сползать вниз. Сейчас вот тоже чуть-чуть подкупят, да, подвыкупят всю эту историю, может быть, мы увидим еще рывок наверх. Поэтому здесь интересно стоит сказать, что, что, допустим, если мы берем именно, там, S&P, допустим, ETF, VO, да, соответственно, здесь все то же самое, только вот более, немножко другие цифры, но мы видим как раз вот эти уровни, здесь 220, 215, наверное, да, вот эти цены, мы здесь отбивались этого уровня, здесь долго стояли в семнадцатом году, то есть, в принципе, вот здесь сейчас тоже какой-то такой диапазончик, как будто бы не нащупали, да. Соответственно, нужно следить, если действительно рынок продолжает открываться выше, идет там, допустим, 228, 230, это неплохая, может быть, идея для покупки. Кстати, я на нашем YouTube-канале делал маленькую голосовалку, к сожалению, не знаю почему, но мало людей голосуют по этой голосовалке, хотя количество подписчиков позволяет тут уже тысячи или какие-то видеть, не знаю, может быть, не видят. Друзья мои, на нашем YouTube-канале в вкладке «Сообщество» вы можете проголосовать и, соответственно, получить какой-то срез, да, мнение людей, которые на нашем канале. Интересно, что, конечно, ну, может быть, это не такая выборка четкая, четкая, как, что делает большинство людей, да, но мы видим, что первое место, жду падения еще ниже, будут акции еще дешевле, первое место, да, потом второе место, что это отскок, начинаю покупать, но, скорее всего, рынок пойдет еще ниже, да, и где я еще хочу там подкупить, а кто-то, ну, начинают уже покупать, да, начинают уже покупать, но в основном ждут дешевле, и жду падения, продаю рынок, то есть, шортистов всего 5%, и это отскока, да, я начинаю покупать акции. Вот проблема в том, что мы с вами знаем, да, из матчасти, что большинство должно проиграть, и вот здесь меня все-таки смущает, хоть у меня и адекватная очень аудитория, подписчики, вам большой респект за то, что смотрите такие, нас немного, но мы в тельняшках, но суть состоит, наверное, в том, что меня лично все равно смущает, что большинство думают, что вот еще падение или еще вот будут выгоднее цены, что часто, когда большинство все-таки чего-то ждет, да, что часто меньшинство оказывается правым, и может быть, вот, исходя из тех финансовых моментов, которые нам ФРС и Дональд Трамп сообщают, что мы победим коронавирус там в течение месяца, мы зальем рынок бесплатными деньгами, дадим бизнесу деньги там под 1%, да, или вообще безвозмездно, сейчас вообще по 1200 там, по-моему, долларов просто раздадут всем там 400 миллионам американцам, то есть это безумные деньги, но суть в том, что как бы никогда такого не было, вот опять, да, и еще и с определенными новыми такими стимулами пытаются экономику спасти. Не знаю, вот большинство ждет падение ниже, чтобы было дешевле, быть может, рынок возьмет и развернется отсюда, да, и пойдет наверх. Если вы спросите меня, куда из этой категории я себя пока что отношу, да, на данный момент, я, наверное, вот большинство подписчиков все-таки со мной в унисон, я жду падения чуть ниже и буду покупать дешевле, то есть, но по части портфелей я потихонечку начал с согласованием, в том числе с инвесторами, по их определенной просьбе, да, какие-то ценные бумаги докупить, то есть начал уже здесь покупать определенные бумаги, но мое сугубо мнение, что могут свалиться пониже, да, обновить этот лоу и оттуда пойти, может, движок уже выше, то есть, к примеру, мы можем увидеть 200, да, 190 по... Ну, ладно, по ETF, может быть, не так будет всем понятно, но по S&P, да, то есть, 2200 где-то по S&P, так, 2200 по S&P, мы уже это видели, вот обновление 2200, то есть, 200 где-то, да, 200, 2050, может быть, такие-таки это цены. Соответственно, если возвращаться, какие акции покупать и какие делать акценты, здесь есть несколько моментов. Первое, вы должны покупать те компании, которые себя сейчас чувствуют устойчиво, то есть, это не перевозки, не авиакомпании, да, это не компании, которые занимаются круизами, это не компании, которые занимаются путешествиями, то есть, это не те, которые встали из-за карантина и коронавируса, то есть, это те компании, которые онлайн, прежде всего, это те компании, которые дают людям еду, то есть, мы можем это посмотреть, допустим, на примере Walmart, да, если мы возьмем бумаги Walmart, то в отличие, даже этот дневной график, в отличие от других, эти акции, они не просто практически не упали, да, они еще и в моменте даже были на пикушке, то есть, они даже растут еще, сегодня их немножечко подбивают до 108, но в целом бумаги выглядят намного сильнее рынка, то есть, сильнее рынка, который упал на 25-30%, здесь акции не просто практически не упали, да, они вот в этом диапазоне еще находятся 120-110, то есть, акция сильнее рынка, Walmart самый крупный в Америке супермаркет, да, самая большая сеть. То же самое, допустим, Target, многие знают эту американскую компанию, да, которая обеспечивает продуктами американцев, вот тоже она стоит достаточно, понятно, что немножко свалились, ну, как немножко, со 130 на 90, да, но с другой стороны, это сейчас защитный сектор, потому что, когда рынки вот так валятся, ну, что, ну, в супермаркет все равно все будут ходить, кушать туалетную бумагу, гречку, все надо, поэтому здесь ближайшие вот такие уровни, они, я думаю, будут неплохо отыгрываться, уровень здесь, это где-то 86-90, хорошее число, ближайший уровень, от которого может вполне пойти такой серьезный отскок в сторону, там, 120-115. То есть, берем, ищем варианты, да, по магазинам, допустим, в России это X5 Retail Group, Пятерочка, Перекресток, Карусель, это защитный сектор сейчас, все эти магазины сметаются, мне кажется, это неплохой вполне вариант, ну, если мы берем, там, российский рынок, то же самое вот здесь, Walmart и Target. Дальше, соответственно, это компании такие защитные, компания должна быть обязательно без убытков, то есть, я не рекомендовал бы сейчас залазить в какой-нибудь Uber, хотя он отскакивает, может быть, за счет того же Uber Eats, и того, что люди пересели больше еще на такси, меньше хотят на общественном транспорте ездить, но все равно компания в огромных убытках, не прогнозируется даже прибыль до 2023 года, поэтому мне кажется, что вот эти все здесь поползновения вверх, они все равно будут отскакивать, и такие акции будут убиваться в сторону 10-15 долларов, будут возвращаться. То есть, есть совсем другие акции, которые намного интереснее, чем Uber, Lyft сейчас, или какой-нибудь там Beyond Meat или Tesla. Да, вот часто у меня спрашивают про Tesla, но, друзья мои, на таком рынке, как сейчас, врубаться в Tesla, да, смысла никакого нету, то есть, вижу, понятно, что у Tesla будет отрицательный квартал сейчас, потому что у них многие фабрики простояли там полквартала, и даже больше, чем полквартала, не будут выполнены обещания по поставкам. Понятно, что форс-мажор, но рынок, на таком рынке, как сейчас, вот такие компании убыточные по году, как Tesla, они не в фаворе, то есть, сейчас люди не думают о будущем, то, что через 2-3 года Tesla будет супер, там, компании, и будут бить первые места. Сейчас они думают о сохранении денег, и вкладывать туда, где есть какой-то стабильный денежный поток, в том числе дивидендные компании. Поэтому мы здесь переходим к тому, что компании должны быть защитные, то есть, такие, как, допустим, занимаются едой, поставками, да, либо технологические компании, вот, как, допустим, тот же Apple или Amazon, мы сейчас чуть выше об этом поговорим, почему Amazon получился защитной компанией. И если мы говорим также, это компания должна быть без убытков, то есть, не должна быть Tesla и Uber у вас сейчас в портфеле, потому что, я считаю, это большой риск. На рынке сейчас много прибыльных компаний, намного больше компаний, которые генерируют и выручку, и чистую прибыль, и нет смысла здесь залазить. У компании должна быть высокая маржинальность, потому что на таких рынках, как сейчас, маржинальность, она сжимается. То есть, если маржинальность у компании была 30%, на таком рынке она может упасть, там, до 15-12%, и это будет все равно неплохо, да, особенно для, там, американской компании, но та компания, у которой и так маржинальности не было, типа Tesla, если будет падать у нее выручка и будут падать поставки, то у нее вообще ничего там не останется зеленого в ее отчете, да, только красные циферки. Поэтому будьте аккуратны с такими вещами, как Tesla. Соответственно, у компании не должно быть долгов, потому что сейчас очень много компаний могут банкротиться, если они будут в долгах и еще вот так все закрыто и будут там стоять первый квартал, второй квартал, то это ничем хорошим, это может дойти до банкротства. Сейчас очень много даже крупных, мощных брендов и мощных компаний еще вот так продлится 2-4 месяца, и они объявят, что они банкроты, да, то есть это уже, вот уже здесь, это уже происходит. Соответственно, компании нужно покупать акции тех компаний, которые стали защитные в силу того, что они технологичные, да, технологические компании, такие как Apple, допустим, потому что у них есть сервисы, которые они могут продавать онлайн, на их продукцию, это уже бренд, это мощный бренд, на нее большой спрос. Я думаю, в том числе мы увидим, что Уоррен Баффетт докупает эти акции себе в портфель на ближайшем отчете его. И здесь цена тоже, недавно мы были 330, и в моменте мы были 220, то есть скидка 33% на классную компанию, как интересный вариант, плюс, видите, мы нашли уровень 215-225, хороший уровень, отсюда может случиться действительно отбой. Вот такие компании надежные, проверенные временем, сейчас они уходят как горячие пирожки. Но про таргет я сказал, таргет неплохая история. Амазон, смотрите, все валится, везде минусы там 30-40%, амазон стоит и даже делал здесь исторический хайк. Феномен амазона состоит в том, что они не просто не сокращают свою выручку, они ее наращивают. Вот сейчас многие вещи начали еще больше отправлять, заказывать с Амазона, да, чем куда-то идти, что-то там, куда-то ехать, что-то забирать. И даже вот недавно прошла новость по Амазону, что это чуть ли не единственная компания, которая не просто персонал не сокращает или отправляет на какие-то каникулы за чей-то счет, а она по всем своем сети, да, взяла на работу более 100 тысяч человек, потому что они платят им больше на 2 доллара, чем по рынку сейчас. И просто вот кто безработный, кто еще что-то, они дали им возможность работать. Сказали, что даже после этого кризиса локального вы можете остаться у вас на работе и работать, вот, допустим, посовщиком Амазон. Они платят относительно многих компаний неплохие деньги за эту работу, да, и вот 1900 долларов в час за акцию, при том, что на пике компания была 2180, и даже вот мы сейчас видим, что было падение на 1600, но последние дни, кого и выкупают, это Амазон, то есть он растет быстрее остальных и очень стабильно, очень классно выглядит график, это неплохая идея. Такие акции, как Амазон, да, который является, как бы, онлайн, плюс облачный сервис, облачные технологии мощнейшие у Амазона, это один из лидеров. Я думаю, что здесь просто нужно искать локальные какие-то уровни, да, локальные уровни, и от этих уровней подбирать частями, может быть, что-то через ETF делать, если у вас мало денежек, там, 1900 нету, то, может быть, что-то там, технологические ETF или тот же SMP, там, подбирать на вот таких падениях, то есть это, в принципе, выглядит отлично. Что еще? Disney, очень много вопросов про Disney, я думаю, что Disney должен быть одним из бенефициаров вообще вот этого кризиса, того, что люди сидят дома, да, у них закрыты их парки развлечений, да, но у них есть Disney+, у них есть, ну, конечно, кино, то, что там тот же Marvel, какой-нибудь уже 24-я серия, сейчас недополучит выручку в моменте, но я думаю, что они очень быстро наверстают в следующих кварталах, ну, а сейчас и за счет Disney+, и каких-то еще сервисов, я думаю, что они могут подтянуться, здесь тоже акцию очень сильно убили, со 153, в моменте были 80, то есть практически сложилось в два раза на 50%. Сейчас отскакивает, хорошие уровни по Disney, если вы знаете, что делать, есть свободный кэш, мне кажется, Disney это одна из тех компаний, которая, ну, должна быть в портфеле, тем более они платят, сколько я помню, неплохие дивиденды, да, поэтому Disney, присмотритесь, это очень интересный бизнес, это миллионы лет уже прибыльная компания, без долгов, с понятным бизнесом, с брендом, да, и, соответственно, это, ну, очень диверсифицированный бизнес, в том числе за счет Disney+, сейчас. Так, что еще? Ну, я говорил в нашем прошлом видео про визу, да, виза это один из интереснейших вариантов, интереснейших бизнесов, тут падали до 135, нащупали уровень, и вот сейчас мы отскакиваем, цена торгуется выше 150, мне кажется, вот вблизи 140, 145, очень хорошие цены для покупки виза, мастер-карту, таких интересных, прибыльных, понятных абсолютно бизнесов, да. То же самое Facebook, да, вы знаете, я люблю эту компанию, люблю этот бизнес, все сейчас сидят на карантине, сидят в Инстаграме, в WhatsApp, в Фейсбуке, Фейсбук и Инстаграм показывают бесконечную рекламу, которая как лавина уже на нас сваливается, и мы видим, что эта компания, мы увидим в ближайшем отчете, что эта компания заработала не кислые деньги, поэтому их падение с 220 на почти 120, но я думаю, что это абсолютно не обосновано, и рынок просто на панике, здесь Panic Sale некоторые, но сейчас они будут скупать, выкупать это все, и может быть вот те же 150, 145, 135, 130, это будут хорошие цены для покупки Facebook, чем ниже, тем лучше, естественно, да. Что еще, ну и давайте еще поговорим, наверное, CVS, CVS это одна из топ-2 крупнейших сети аптек в Штатах и Канаде, насколько я помню, и вот они сейчас на донышке лежат на 53, но мне кажется, ну кто один из самых главных прибыли-приобретателей, скажем так, бенефицаров от того, что люди боятся заболеть, люди бегут с какими-нибудь антибиотиками, масками и так далее, ну конечно аптеки, и аптеки CVS, несмотря на то, что они прибыльные, у них более-менее все неплохо, да, по балансу, но почему-то их подбивают, нужно смотреть, но здесь мы вообще на донышке лежим на локальном, 75 упали вот на 50, 50%, я думаю, что, ну не 50% получится, 35 допустим, да, я думаю, что здесь потенциал для роста 50%, и мне кажется, эта бумага очень интересная, и стоит присмотреться к, вообще, к здравоохранению, сейчас то, что, кстати, здравоохранение биотехнологии, удаленной работы, доставка еды, вот, к сожалению, не успел там Postmates, Dardash выйти на биржу, а так бы чуть их подбили бы вниз, и это были бы хорошие акции для покупки доставщиков еды, я думаю, что вот Uber Eats будет очень профитным направлением в бизнесе Uber, вот, в этом квартале, жаль, этого не хватит, чтобы полностью бизнес стал прибыльным. Ну и, конечно, главный у нас чемпион на этом карантине, это компания Zoom, как вы помните, мы ее уже разбирали пару раз, это одна из топовых компаний сейчас, с прошлого года, после IPO, они вышли, и вот, видите, практически с одним таким достаточно глубоким откатом мы растем, да, и вот сейчас, в отличие от всех, даже титаны там, типа Apple, Google, Amazon падают, а вот эта история растет, Zoom, это аналог Скайпа, только более такой совершенный, современный сейчас не тормозит, можно делать стримы, точнее, ну, стримы и вебинары там, и голосовые звонки до 40 минут бесплатно, и до 100 человек, по-моему, и вот многие сейчас для конференций используют, для переговоров, чтобы не встречаться, чтобы, ну, соответственно, самолет не летает с какими-то бизнес-партнерами из других регионов стран, то есть, Zoom здесь вообще просто выстрелил, стал новой такой звездой локальной, и нужно присматриваться к этой компании, интересно, я думаю, может быть, в ближайших видео мы более подробно ее разберем, и здесь, конечно, все, что выше вот 100-120, это, ну, мне кажется, дороговато в ближайшее время, но вот если мы увидим какие-то коррекции, а сейчас волатильность может быть, да, такой, увидим коррекцию там на 120, то я бы здесь искал возможность для покупки, здесь есть интересный уровень 105-120, это, да, хорошая, интересная бумага. Друзья, ну, вот как-то так, да, по поводу защитных акций, прибыльных акций, то есть, вы должны понимать, как это работает, вы должны понимать, что сейчас уникальная, шикарная возможность на рынке, я говорю, я такой рынок ждал 12 лет, когда я в 2007 начал заниматься трейдингом, и у меня еще тогда не было мозгов, не было опыта, как сейчас, не было тех возможностей, как сейчас финансов, и я понимаю, что, блин, ну, вот с 2009 года я реально ждал такой рынок, как сейчас, чтобы была возможность подешевле купить титанов, которые понятны, которые зарабатывают деньги, и сейчас таких возможностей очень-очень много, поэтому нужно этот шанс не пропустить, нужно иметь возможность, нужно иметь брокерский счет, открывать, заходить и подкупать какие-то вещи к себе в портфель, да, поэтому вы это должны четко понимать. Друзья, ну, какие-то, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, кстати, сегодня я показывал платформу одного из наших партнеров, брокера Admiral Markets, я записывал, кстати, обзор на них на прошлой неделе, ссылочка будет в описании, переходите, подключайтесь, первая ссылка также будет в описании, в комментарии, если вам интересно торговать через старые добрые MT5 ETF и американские европейские акции, то у них это можно сделать, понятно, если вы, особенно после Forex, после CFD трейдингов, и вы хотите перейти, что-то добавить в свою торговлю, либо в инвестиции, то здесь можно использовать MT5 терминал, торговать без плечей, и, кстати, про Netflix забыл, сейчас вспомнил, торговать без плечей, и, соответственно, только покупать, здесь нету, видите, здесь мы пишем, что, мы пишем, здесь пишет нам терминал, что только длинные позиции, то есть нету шортов, нету спекулятивных сделок, нету плечей, то есть это очень такой консервативный трейдинг, консервативные инвестиции, когда вы можете попробовать через MT5 терминал зайти и поработать на покупку акций, помимо спекуляций, там, на FX, на CFD, на фьючерсах и так далее. Ссылочка в первое описание, переходите, смотрите по платформе больше информации. И напоследок Netflix. Netflix, конечно, один из самых главных бенефицаров от этой суеты сейчас в мире, и Netflix, ну, все сидят дома, заказывают пиццу и пялят Netflix, потому что, что еще делать, да, работу закрыли, там, школу закрыли, еще что-то, и вот многие в Европе, в Америке, естественно, они сейчас под этим стримингом, стриминговый сервис этот смотрят, развлекают себя сериалами и фильмами, поэтому Netflix – это один из защитных активов, таких, как же, так же, как и Zoom, так же, как и Amazon отчасти, да, сейчас, очень-очень интересно, так же, как Target, так же, как Walmart, еда всегда будет в дефиците, в такой момент люди берут как можно больше всего, да, поэтому переходите, смотрите, подключайтесь, открывайте счета, моя рекомендация, ну, для трейдинга, для инвестиций, ну, хотя бы счет, там, 500-600 долларов, тысячу долларов, то есть, вот эти счета, там, по 100-200 долларов, но я не приветствую, это большой риск, и, ну, нет такого большого смысла, открывайте счет, там, 500-600 тысяч долларов, пробуйте, с этих денег уже можно что-то понять, да, если без плечей, то сложно их потерять, но можно многому научиться на этих деньгах и стать более грамотным трейдером и инвестором, поэтому пробуйте пятерку, МТ-5, торгуйте, здесь могу порекомендовать, все надежно, все современно. И кому нужна будет консультация бесплатная, так же, одна из первых ссылочек в описании, переходите, оставляйте заявку, с вами свяжутся наши специалисты, подскажут, как, что, порекомендуют что-то по поводу, как вложить, куда вложить, что делать с валютой, потому что сейчас у многих вопрос, когда покупать доллар, как поменять правильно рубли на нормальную валюту, как открыть брокерский счет у нормальной компании в Европе, это все мы помогаем, отвечаем, консультируем, поэтому переходите, одни из первых ссылочек в описании. Надеюсь, что ответил на ваши все вопросы, друзья мои, вам большое спасибо за внимание, за ваше время, и надеюсь, это видео вам во многом поможет разобраться, не потерять деньги и заработать в такое интересное время на этих финансовых рынках. Всем всего доброго, ищите защитные активы, инвестируйте в американские акции по выгодным ценам. На этом все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok